Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Александр Калатурский, директор Свердловской государственной академической филармонии. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конец декабря, время подводить итоги года. Для нашей филармонии, мне кажется, любой год он и знаменательный, и очень, знаете, так вот, насыщенный, наполненный самыми разными событиями. Но я бы эти события разделил на несколько групп. Всегда в нашей филармонии проводится целый ряд замечательных фестивалей. Всегда есть множество концертов, опять-таки, направленных на самых разных слушателей. Вы гастролируете активно, причем это касается и основного оркестра, и молодежного, и хора, и так далее. Но у вас еще и профессиональные дискуссии происходят. Вот давайте мы о профессиональных дискуссиях и поговорим, тем более одна из них состоялась совсем недавно. Это симпозиум, посвященный развитию современных филармонических концертных залов. Ну, имеет свое название. Новая филармония, концертный зал нового времени. Вот такого плана немножко в будущее. Вы знаете, конечно, вот вы сказали об итогах, я не буду долго разговаривать, но вот то, что вы подняли тему, это как раз впервые мы в рамках Евразии, международного фестиваля Евразия, провели такой симпозиум. Когда мы это думали, делали, то мы не ожидали о том, что на наш призыв откликнутся такие великие эксперты в нашем деле. Притом это была и Европа, Азия. Из семи стран. И Австралия, Новая Зеландия, Китай, Англия, Великобритания, Дания, Германия, Австрия. То есть я могу что-то еще, Болгария. То есть вот приехали люди, которые, честно говоря, ну может быть один-два был в Екатеринбурге. Никогда не были. И во-первых, на них произвело колоссальное впечатление наш город. Колоссальное. Во-вторых, мы подняли такую очень важную тему, которую в Европе тоже пытаются как-то осознать, понять. Но, видимо, нет фестивалей в Евразии, нет организации, нет, которая бы могла это собрать. Так, так, и что же это за тема такая? А тему просто... Ну вот эти новые тенденции концертного зала. Вы знаете, мы представляем всегда, вот я представляю, филармония, это концертный зал, ну симфоний холл, ну органный зал, ну там еще, вот концертный зал. Храм классической музыки, как было принято говорить всегда, нет? Нет. Времена изменились? Изменились. Если мы говорим о будущем, то это уже получается целый комплекс, который несет просветительскую, образовательную и концертную, и экологическую. Даже так? Даже так. Деятельность, вопросы, и вот все последние залы, которые строили, ну особенно Гамбург, вот Эльбеска, филармония, где, кстати, наш оркестр только что выступал. Причем с успехом. Да, и на следующий год мы тоже там. Поэтому вот мы собрались так, чтобы посмотреть, и что, как должно, в каком темпе развиваться. Ну не просто ведь так собрались, поясним для зрителей. У нас ведь новый концертный зал должен появиться. Конечно. И каким он должен стать, чтобы соответствовать лучшим стандартам. На этом симпозиуме была презентация. Притом презентовали и архитектурную концепцию, и акустическую концепцию. Приехал специальный акустик из фирмы Marshall Day Acoustic, которые, извините, в России не строят. Это первые. То есть если договоримся, то они будут первые у нас. Ну и не можно уже и в Екатеринбург приехать. Поэтому это действительно уникальные специалисты во всем области. Как архитектурные, так вот я говорю, мы их пока только две части. Потому что в концепции участвовали театральные технологии. Это из Нью-Йорка, освещение. Все, что касается света, это Италия. Это в концепции. Вот они уже участвовали. Александр Николаевич, самое главное, вам-то стало понятнее, в каком направлении двигаться, после того, как вы сравнили вот этот опыт, которым поделились здесь. Да, это, во-первых, первое, что перевернулась голова. Что, оказывается, и наша филармония уже все эти тенденции потихоньку, помаленьку щупает. Понимаете? Но у нас просто нет условий для того, чтобы действительно себе сказать в этом. Но, тем не менее, мы и лекционные, и экскурсионные начинаем со второго полугодия. Что такое любительское развитие, ВКЗ и так далее. Мы все это щупаем. Но это надо сейчас заложить в тех задания, для того, чтобы наш комплекс был лучшим в России. А может быть, даже и в мире. Потому что вот наши эксперты, ну, так понравился им вот этот концепт. Понравились вот эти задачи. Во-первых, понравился наш коллектив. Я столько получил писем потом, когда они уехали, что очень большое впечатление на них произвели люди, которые вот работают, которые здесь живут, которые вот участвовали в этом симпозиуме, они увидели, что мы делаем, потому что я там докладывал, и все. И вот мне кажется, что они все согласились помогать быть экспертами в проекте. При осуществлении. При осуществлении проектирования даже. Не говоря уже там потом о строительстве и так далее. Вот, и мне кажется, вот этот результат несколько, если так можно сказать. Первый, это концептуальный. Второй, это то, что мы продвинули Екатеринбург, филармонию, оркестр. Они были в страшном впечатлении, потому что они были на закрытии фестиваля. Мы играли Мессиана Туронгалилу, который, в общем-то, извините, редчайшим исполняется. Мы сейчас поедем в конце января, начале февраля в Санкт-Петербург, Мариинский. И в Заряде 1 февраля будет. Там будете удивлять. Тем же самым. Да, тем же самым будем удивлять. Поэтому вот это второй момент, что мы продвигаем. Ну и третий момент, конечно, то, что мы набрали союзников по всему миру. Вот из Китая директор концертного зала в Шэнжэне, который, ну, знаете, как Китай сейчас строит. Она была о таком впечатлении от города и от филармонии, что она там написала целое такое послание. Трактат. Да, а последнее, что еще удивительно, что вот руководитель проекта Захи Хадид, архитект, который вот учил, он написал мне письмо, летя из Москвы в Лондон, и с фотографиями солнца. Там такое лирическое на пяти страницах. Я очень удивился, потому что у него немножко тоже повернулось. Поэтому я считаю, что это величайшее дело для будущего, для вот нас, для строительства, для всего этого зала. Конечно, надо пахать. Конечно, надо очень много... На какой стадии проект-то, кстати, сейчас находится? Сейчас проект на уровне технического. Ну, мы знаем, что здание расселили, то, которое мешало стройке. Ну, сейчас много проблем возникает. Сейчас можно его сносить уже. Я бы сказал, что, первое, это подготовка земельного участка, это вынос сетей, это сносы всех, что там мешает. Второе, это проектирование, которое должно начаться, я так думаю. То есть важно понимать, что то, что мы видели, пока это концепция. Концепция. Это не проект, это разные вещи. Да, и первое, что мы сейчас дали техническое задание, мы еще вносим, вот после этого семинара, мы вносим еще предложение. Изменения. Изменения. И сейчас вот первая такая стадия, это сравнивание нашего технического задания с концептом. А потом начнется проектирование. Но это уже 20-й год. В 20-м году начнется проектирование. Да, конечно, я даже не сомневаюсь. А к 23-му, к 300-летию построить получится? И вообще такая задача ставится? График сделан. Ну, не нами, а теми, кто отвечает за это строительство и проектирование. График сделан. Если он, так сказать, ничего... Все будет выдержан. Все будет выдержан. Ну, тут много составляющих. То будет. Слушайте, а на время стройки наша филармония это продолжит работать? Или придется вам съехать из родного дома и какое-то время пожить и поработать где-то еще? Нет, я думаю, что залов я не представляю. Я думаю, что мы зал будем до самого последнего использовать. Хотя мы сейчас уже планируем 21-22 годы, сезон. 20-21 годы закончили. Очень глубокое планирование. А 1 февраля мы начинаем продажу. Но нам никто не может ответить, пока нет проекта. То есть сейчас начнется проект, начнется все остальное, это мы будем знать. Но с другой стороны, мы сейчас уже должны часть выносить. Забирать, и сейчас вот как раз эта работа началась. Куда, что, где, как. Потому что нам нужна помощь. Как всегда с переездом или с ремонтом бывает. То есть вроде бы у тебя цель-то впереди. Вот оно счастливое будущее, но тебе надо смириться с целым рядом неудобств сейчас. Это 4 года. 4 года. Вы сказали о том, что обсуждали, среди прочего, не только там акустическую или экономическую составляющую появления нового филармонического зала, но и экологическую. Это такой модный привет тому, что в Европе сейчас обсуждают? Или для Екатеринбурга это тоже повестка? Нет, это уже текущая повестка. Мы же все прекрасно понимаем. А что имеется в виду? А имеется в виду то, что частичка немножко занимает, наш корпус будет занимать сад Вайнера, а на самом деле это клубный сад, который имеет громадную историю культурную. Он и был создан Екатеринбургским общественным собранием. То сейчас это закладывается в проект, как вот новое совершенно место с точки зрения предназначения. Он должен, дизайнеры должны разработать вместе с проектом. Потому что там, вот если вы концепцию помните, там есть окно большое, которое видно, зал, малый зал. А с другой стороны мы попросили, чтобы там была еще и концертная такая площадка, которая позволяла бы летом делать. Но самое главное, что должен быть очень хороший такой парк, который люди должны иметь возможность прийти, так сказать, посидеть, отдохнуть, посмотреть. Там, может быть, мы сделаем большой выносной экран. Может быть, там вода обязательно должна быть. Это в архитектуре, это уже не мои проблемы, это уже руководитель проекта, архитекторы говорят. То есть этот сад Вайнера, парк Вайнера, он станет частью фактической филармонии. Филармонии, комплекса, проекта, и я думаю, что там обязательно с высаживанием деревьев нормальных, все там. Вот пока только набросок, только разговоры. Вот сейчас начинается проектирование, я думаю, что этот вопрос и стоят. Потому что вот эти все экологические, природные вот эти вещи, они имеют очень большое значение вот для нас. Потому что это получается, как мы в комплексе, культурный комплекс. История со сквером, опять же, в этом году показала, что это такая чувствительная история. И если что-то можно сохранить, конечно, это надо сохранить. Да, и развивать. А еще лучше развивать и улучшать. И чтобы было, как говорится, извините, хозяинность, чтобы это было предназначение, чтобы это было удобно горожанам, людям, чтобы они понимали и хотели туда прийти. Хотели прийти и в филармонию, и в сквер. Они придут в филармонию, пускай в парк придут, в сквер придут. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню, на стенде был Александр Калатурский, директор Свердловской государственной филармонии. До свидания и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.